здравствуйте друзья у нас сегодня понедельник и как бы не очень рабочий день то есть он как сказать ну кто работает кто не работает и школа наша как бы не работает в том смысле что занятий нет но мне нужно поработать потому что завтра новый класс начинается и как бы у меня будет выбито ну фактически весь день будет выбит после до трех часов буду вести урок там потом себя прийти туда-сюда и как бы наиболее продуктивное время завтра у меня будет занято уроком поэтому сегодня сегодня немножко поработать плюс у меня сегодня еще онлайн и вы класс вечером так что я пойду на работу потому что учить онлайн и вы класс я предпочитаю из офиса вот ровно полдень сейчас так что еще поработаем сегодня у нас почему не рабочий день у нас сегодня мартин лютер кинглей такой вы знаете да да кто кто был мартин лютер кинг но в крайнем случае вы можете там википедии посмотреть это был ну такой легендарный что ли человек борец борец за права афроамериканцев и и не только то есть он он такой как бы как бы от икона айкон такой вот человек он был убит я боюсь собрать году шестьдесят восьмом где-то и в общем такой человек и вот такое влияние он на страну оказал что вот есть такой праздник кто-то его соблюдает как рабочий день кто-то как не рабочий так в общем по-разному вот у нас школе мы стараемся разные праздники как бы давать людям отдохнуть если у них есть ну как бы необходимость так что у нас свое расписание есть по праздникам мартин лютер кинг у нас в школе такой день как когда мы не работаем над сказать что тут прямо к этому празднику приурочился небольшой скандал и естественно у нас скандалы все сейчас вокруг трампа и я хочу сказать что вот удачное приземление там спейс x да вот это вот можно сказать частные ракеты компании тесла приземление очень точная на небольшую платформу в океане не вызвало такого интересного резонанса большого мощного как например вот то что сейчас произошло не напрямую связанного с мартин лютер кингдей но все таки значит тут есть один господин из тоже борцов за права я подозреваю что он с мартином лютер кингом был хорошо знаком такой господин лювис он член палаты представителей по моему из атланты штата джорджия я могу ошибаться так мне кажется по памяти не то чтобы я там им все время интересовался но тем не менее он из ныне живущих как бы он уже такой возрасте сказал из ныне живущих он вот такой можно сказать живой мартин лютер кинг то есть есть тоже очень известные фотографии как он окровавленный там после участия в демонстрациях каких-то вот там в протестах в 60-е годы это было бурное время в общем тоже такой человек достаточно легендарный и вот он высказался в том смысле что не видит в трампе легитимного президента и дело не в том что как бы согласны мы с ним или не согласны у него вот есть некое мнение и вот для него лично трамп не легитимен в силу каких-то для него важных причин мы сейчас даже не вникаем какие но дело в том что трамп будучи как бы таким невыдержанным и ну как бы сказать не системным человеком да то есть люди системные они знают что они все время там гадит и тогда им пофигу они совершенно не не принимают это все лично но тут у него твиттер он должен в твиттере там что-то такое и вот он в этом твиттере значит написал что лучше бы этот люис своим дистриктом занимался от которого его избрали потому что дистрика него в общем в плохом состоянии и что там еще он ему ответит но так дело в том что как бы не президентское это дело значит собачиться в социальных сетях там с каждым кто его критикует но дело в том что еще сам по себе этот люис вот это вот икона как бы борьбы за права человека понимаете то есть одно дело ты там шпану какую-то обложил а другое дело вот этого человека и самое главное этот человек имеет право за свое мнение это его мнение но вот оно такое понимаете и про него не пишут все газеты подряд что он значит там избран в своем дисректе потому что как-то это российская федерация влияла понимать а у этого есть такая проблема он может быть из-за этого и нервный я даже не знаю чем такой нервный ну в общем и вот в скалыхтула черных конечно трамп может на черных наплевать потому что черные за него не голосовали это как бы это абсолютно не его контингент но дело в том что тут через пару дней у нас инаугурация в пятницу по моему вот сегодня понедельник я думаю в пятницу у нас инаугурация в это время президенты будущие они как бы пытаются подсобрать народ после баталий выборных то есть как бы они президенты всей страны они как бы независимо от того кто за них голосовал они вот так и там еще что то и вот тут он как бы вызвал в такую истерику вот в этой афроамериканская комьюнити но его в этом смысле осудили даже не только черные и не только демократы но очень многие в республиканской партии тоже потому что ну как сказать много причин для них быть недовольными потому что он же он же всю партию подставляет у каждого там из них в их дистриктах есть сколько-то афроамериканцев там и и зачем главное что разве президенты вот вот этим занимаются чтобы в твиттерах собачиться с кем-то может можете мы чем-то заняться другим но вот там где действительно требуется участие президента будущего настоящего не знаю в общем такой вот подарок можно сказать к празднику да и вот это это широко обсуждается широко обсуждается вице-президент будущий пенс он тут интервью давал и ему говорят вот как же вы относитесь к этому и и он говорит ну человек имеет право защищать себя человек имеет право защищать себя сказал он но он как бы и к этому и клювису так некоторые таскать уважение высказал но в общем он конечно гораздо более мягкой форме чем вот так вот как бы в истерике биться но тем не менее вот такая у нас пережитуха вот досталось от трампа тут буквально всем досталось компании как мы по-русски скажем бмв да вот бим даболу американцы гать досталось компании значит бмв потому что они планируют какой-то там забудек в мексике и собственно у них там есть и так кстати вот но что-то вот что вот им там какую-то пошлину и в общем как бы пощечину такое залепили отравдавал интервью двум газетам сразу там была какая-то английская какая-то немецкая название не помню так все обсуждают содержание так вот кому там где-то было но у меня не зацепилась память вот и значит бим значит бмв досталось и меркель сказали сказал он что она вообще совершила большую ошибку с этими вот беженцами про европейский союз он сказал но очень рад что англия вышла и он сказал что мы с англией тут сейчас заключим как можно скорее договор о торговле там без я не знаю как льготные беспошлины не знаю но чем какая-то ассоциация торговая с великобритании чтобы она не пострадала президент обама то он наоборот говорил да он говорил что как бы наш интерес это европейский союз и он поддерживала как бы идею для великобритании остаться в европейском союзе в общем да и он сказал что вообще из таких как меркель вообще скоро многие оттуда по выходят потому что они навязывают там этих своих беженцев что есть ошибка и чем там еще ну в общем так обложил а он еще сказал что европейский союз это такое специальное учреждение смысл которого чтобы германии выгодно было вот а все остальные кроме германии они значит как бы заложники вот этой политики выгоды для германии так что европейские как бы страны я я себе представляю что там люди чувствуют конечно там пересориться то недолго это отношения строится долго так разорвать отношения то два слова сказал и уже удар какой-то а третье слово сказала и вовсе здороваться перестали интересные времена у нас наступают да ладно в общем такие у нас дела солнышко светит я поэтому камеру так в сторону от себя я правда нарядный такой но давайте а может быть а какую-то тень тут создам посмотрим этот есть заглушечка ну-ка давайте попробуем тень есть тень нет тени в общем вот так я рукой придержал чтобы показать вам нарядный пиджак этот пиджак друзья я приобрел по случаю шли мы со светой в дорогом магазине давайте я камеру все-таки переставлю обратно так вот шли мы со светой в дорогом магазине и я смотрю пиджак такой висит стоил там 600 долларов а отдают за 45 и значит потрогал рукой шерсть мягчайшая но просто просто сказочно он на ощупь просто просто невероятно словами не передать я бы свете хочу пиджак она говорит так куда ж ты в таком пиджаке то она говорит как олег папа будешь ходить я говорю ты знаешь все это за такие деньги я куда угодно в таком пиджаке пойду за 45 долларов вот во всяком случае я могу ехать днем на работу правильно в машине так вот в жизни друзья происходят разные события ладно не буду вас больше как бы сказать задерживать у вас масса дел вот и у меня тоже я почти на работе так что вот всем привет и напоследок я скажу что девушка татьяна которая историю которой мы разбирали что вот она не знает чем заниматься там как-то вот сфокусироваться не может у нее много разных дел и она всюду очень успешно и вот как с этим быть девушка татьяна написала видео ответ о как и этот видео ответ есть в качестве комментария на под видео ну то есть там ссылочка есть на ее видео так что я вот рекомендую вы посмотрите какая девушка хорошая и поймете что все у нее в жизни будет хорошо вот на этом мы с вами расстаемся счастлива а 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